I have a voice of blowing things up. Выделил, значит, Вакузя. Чувак, я все никак не мог запомнить твой ник. Это ты мне пишешь в первый Фернханкер. Ты мне пишешь сюда. И Нити. Вакузя и Нити это пока что два чувака, которые мне дают больше всего советов. Огромнейшее вам, во-первых, спасибо. Во-вторых, если я неправильно назвал имена, не обижайтесь, пожалуйста, и не дорожь. Но мне так показалось правильно прочитать. Значит, насчет Нити. Нити, то, что ты писал про рекрутирование, я себе это все скопировал. У меня сейчас все это открыто на втором экране в отдельной файлике. На самом деле, все написано очень подробно. Огромнейшее тебе за это еще раз спасибо. Но дело в том, что я посмотрел, когда у меня были последние записи демки. И записи демки были аж в сентябре прошлого года. То есть прошло по-хорошему годы четыре месяца. Я, в принципе, понимаю, что там есть какой-то бункер. Я даже немножко у меня всплывают воспоминания, как это выглядело. Но где это находится, я без понятия. Поэтому у тебя тут написано, что в первый день туда, в первый день туда. Короче, я пока без понятия. Будем разбираться на месте. Я еще не уверен, как это все будет работать. Так, серьезно. Раз, два, три. Есть, все, пошло. Не знаю, что у меня... Я же говорю, записывать эту игру, это прям... Гадость. Ладно, игра хорошая, а записывать ее... А, извиняюсь, гадость. Не будем сильно затягивать. Поехали дальше. Да, насчет имен. У них имена, кстати, есть. Я до этого особо не заморачивался. У меня был там доктор, маг и всяк. Ну да, они люди, у них есть имена. Насчет... Да-да-да-да-да-да. Скипинтра нет. Мы его сейчас будем читать. Насчет, кто там... Джотаро Куджу. Вы серьезно зовут Джотаро Куджу? Блин. Или Куджо Джотаро. Ладно, хорошо. Меня другое немножечко заинтересовало. Убить надзирателя в мастерской... Вот, три треугольника. Вот эту фишку с треугольниками я до этого не просекал. Спасибо, что мне подсказали. Поехали. Не пропускаем ничего. Игра... О, игра ожила. Девочка что-то нам рисует. Спасибо. Попробую защищаться. Кстати, а если я защищаюсь, какой у меня шанс получить... Увечья и всякое такое. Ты слышишь эхо от обезглавленного мага. Мы в его... Ну, это мы читали, кстати, в прошлой серии. Мы в его радиусе сейчас. Лучше не подведи меня. Ну, поехали. Сначала давайте, может быть... Так, что у нас по... Items. Matches, LuckyCoin, Tobacco. Фонарик. А это, случайно, не освещение нам дает? Может, его как-то заправлять надо будет? Я еще не знаю. С механикой фонарика я еще не встречался. Так. А, так он у меня используется? Я не могу его использовать. На него же требований нет никаких, да? А, погодите. Это... Это скиллы... Надо понять... Вот, weapon. Вот этот вот оденем. Хорошо, отлично. А, у меня этот... Он мне... Это аксессуар. Блин, я надеялся, что он у меня будет в пати со мной. Ну, хорошо, по крайней мере, это теперь разрешилось. Buddy 125. У меня увеличены хпшки от чего-то. Ага, вижу, вижу. Нет, не вижу, погоди. Ну, хорошо. А на головы оптимизировать. А, вот она и оптимизировалась. Понятно. Финиш. Хорошо, все, все, все. Поехали. Не сильно затягиваем. А то у нас прошлая серия была прям чтиво-чтиво. В этот раз нужно... Excuse me. Ясно. Нужно хоть немножечко акшония кинуть. Тут, по-моему, в прошлый раз и тоже никто не отвечал. Так что с этим все нормально. О, находим певцо. Бахнуть певца для победного рывца. Как там, да? Сюда. Сойти с поезда. Я к тому же не помню, как я попадаю к этому... Неплохо, два шинга. Как я попадаю к этому? Смотрите, или... Хорошо. Насчет книги. Я, пожалуй, с вами соглашусь. То, что... Спасибо, что сказали мне про мидбоя. И что... Мидбой это чамбра. А этот... Эрхер это луналикий. Я постараюсь запомнить это. Шотган шелл. Отлично. Где бы мне шотган взять? Хотя я не знаю, насколько он будет у мага эффективен. Там же нам нужен стрел... Хотя мы можем пострелка рекрутировать, если получится. Если получится. Я максимально не хочу оставаться здесь один, честно вам скажу. Я так понимаю, что... Ой, блин. Тут безопасность в числах, как там... Safety in numbers. То же самое и здесь. Если у тебя есть пати, то в любом случае это безопаснее, чем одному шастать куда-нибудь. Так, ты... Кое-что нюхаешь цветы, да? Я тебя везде ищу. Куда ты сбежал? Ты ж не понимаешь, как мы торопимся? Туалет меня? Ага. Значит и драться. То есть его заполняет злобо. Мы можем и по-плохому. Так, значит... Skills. Talk, run. Перомантический трюк, кстати. Simple parents trick to burn off your openings. Hurting? Hurting у меня... Не хватает... Пойнта. Chris, the setting vortex of your concentrated feelings. А, я его ненавистью могу бить. Так, у меня, кстати, перед ним я его боюсь, я его... Не знаю. А как... Revap у меня не полагает. Гард. Больно вообще-то. Фига себе, а что он два раза... Я не наберу три треугольника. А, вот. Разогнать себя. Я не наберу три треугольника. Вы что? Ну, давайте я второй раз защищаться буду. Он меня убьет. Я не наберу три треугольника. Давайте третий раз, но... Если что, загружусь лучше. Да. Три треугольника набрать невозможно. Ну, то есть... Возможно, но, наверное, чтобы он был... Наверное... Тебя научат. Наверное, возможно, но... На протяжении трех ходов. Потом использую их и пьем по... По пузу. Ну, то есть, вот. Я написал все, как ты... Ой, сделал все, как ты написал. Типа... Я защищался трижды, но он меня укокошил. Если бы он хоть раз промахнулся, было бы неплохо. Может, надо было ему сначала хоть что-то отрубить. А, он мне сейчас отрубит. Все нормально. Безногое существо. Теперь возвращаясь к работе. Вот это... Вот этот момент, кстати, с ногами. Мне постоянно вспоминается момент из... Властелина колец. Помните, с орками и... Хоббитами. Типа, а ноги? Зачем им ноги? Ты слышишь голос от обезголовленного мага? Chicken shit. Ну да, да. Куриное дерьмо. Делай так, как тебе сказал этот чувак. Возвращайся к работе. Ты ни на что больше не способен. Я не знаю. Мне, возможно, стоит загрузиться. Ну или каким образом мне добиться другого результата? Я пока не особо, наверное, понимаю. Ну, то есть, вот почему я говорю, что безопасность в числах. Когда ты с кем-то в пати, то, по крайней мере, распределяются удары не только по тебе. У тебя болит голодь, чувствуешь, как будто теряешь сознание. Кстати, вон тот чувак в золотом шлеме. Я теперь знаю, кто это. Я забыл его имя, но я знаю, кто это. Вот этот вот зал. Это же как раз сейчас совпадает с тем, кто сейчас смотрит прохождение Fear and Hunger. Я там попадал точно в такой же зал. Так, а тут... А я до сих пор ползаю. Ладно, тогда все хорошо. А вон, это же мидбой, да? По-моему, это мидбой. Но они явно выделяются. Попадаем к луна-ликому. Ну, я так понял, что победа над смотрителем, это вот как мне Нити написал, он говорит, что типа хорошее оружие для начала игры. Попробовали так, оно не сработало. Если вдруг я где-то что-то накосячил, напишите. Не то, чтобы я, наверное, буду перепроходить. Я пока еще вообще не уверен, как это все будет происходить. Так, если что, я проскипываю, потому что мы это читали, и тут ничего нового нет. Так, разве что, что отвечать, что происходит, это реальность или кошмар? О, это вряд ли кошмар. Тебе нужно просто настроить свою перспективу в соответствии с тем, что происходит, и это вряд ли будет кошмаром. Раз уж так, что наши слова не могут достичь ушей нашего пределителя, я говорю это в имени. А кто будет великий мастер, кто есть наш великий мастер, скажем так, что Рхер. Ну да, так как вы мне написали, спасибо, что напомнили. Ты это знал. Ну да, я это знал. Меня ты можешь звать Перкель, или Перкеле, Перкель, наверное. Перкель, Перкель, имя звучит не очень знакомо, извините, я на паузу нажал, мне сгибнул диалог, но я его услышал, он как бы прочитал. Ты, ну, Дример, ты мечтатель, а он мечтает, или ты наоборот спящий, а он сон? Что-то, наверное, спящий и сон, наверное. Мой повелитель пригласил 14 из вас. Ну, опять же, да, все это было, 14 кандидатов, фестиваль термина. Наконец-то вспоминаю, где-то слышал имя Перкель раньше. Это должность закреплена за так называемым фестивалем термина. Информации немного. Ну, короче, ладно, это... Блин, зачем я проскипал? Так. Должно быть для тебя это очень все запутанно, я не буду тебя загружать слишком большими объяснениями прямо сейчас. Если ты проднешься дальше, я сразу тебе отвечу на твои вопросы в дальнейшем. Увидимся под луной. Слышу эхо-эхо от обезглавленного мага. Просыпайся, таракан. Поезд. Он остановился. Маг говорит... Я тебе доверил вещи, давай, ну, важные вещи, давай проследуем дальше. У нас полно работы. Что-то не так. Это не... Операнди. Извиняюсь, модус операнди это латынь. Я, к сожалению, не так силен в латыни, как мне хотелось бы. Так. Никому не верь. Кроме меня, конечно же. Пока ты делаешь все, как я говорю, то, в принципе, вот эта фишка с доверием меня тоже не особо-то волнует. Теперь быстро шевели, старокашка! Узнаю, узнаю старого знакомого. Кстати, это интересная фишка, что... Вот вы мне написали, потому что он, скорее всего, выжил даже после атаки Джоджо. Так. Дверь закрыта. Это черная, это белая. Пойдемте опять чемоданчики лутят. А, кстати, а бумажка вот эта. Я же ее смотрел, нет? А почему ее нельзя? Это я в окно смотрел, ладно. Нет, чемоданчик уже открыт. Открыт. Хорошо. Поехали. Еще такой вопрос, ребятушки. Насчет первый день, второй день. А как мы... То есть, лег, лег, поспал, день прошел, так? City Foresting. Combat Manual и Preheville Map. Ой-ой-ой-ой-ой. Как интересно-то. Это у меня в книжках, скорее всего, будет карта Preheville. Использовать. А, это мы внизу, вон там. Train Station, до которой мы не доехали. Old Town. О, теперь я, по крайней мере, понимаю, что где находится старый город. Сильвян Square. The Hall. Погодите. Или я такого раньше не находил, или это добавили... Ну, этого в домке не было. Добавили сейчас. Добавилов Остров. Так, хорошо. Charge of Almer. Мавзолей. Мавзолейская аллея. The Hallow Tower. Башня полых пустых. Orphanage. Приемник. Нет, не приемник. Для детей. Короче, брошенных в место. Shopping District. Business District. Temple District. Bohemian National Museum. Хорошо. Так, что у нас... Body сейчас вдруг стала целым. И Combat Manual. Это у нас... Ага, задержит ряд боевых навыков, которые могут быть использованы как на поле боя, так и в ежедневном использовании, в повседневном. Strategic dismemberment. Ага. Ну, это, кстати, мы знаем, я этим пользуюсь в обычном. Отрубать сначала конечности. Вот, кстати, в чем дело-то. Возможно, мне стоило перед тем, как защищаться, хотя бы отрубить ему руку с мечом, если бы у меня это получилось. Черт, ладно. Теперь вот это вот, если бы до кабы, я пока что не узнаю, пока не буду перепроходить или... Или не знаю, короче. Если у врага есть оружие... Нужно бы сначала отрубить руку с оружием. Понятно. Бить сразу по голове неразумно. И к тому же будет трудно попасть. Но тут это стандартная практика. Если враг целый, с ногами, руками и всякой такой, бить по голове, он, скорее всего, увернется. Кстати, мне когда-то в первом Ференхангере писали такие комменты, почему я так заморачиваюсь, бью по рукам, ногам, ослабляю противника, возьми и ударь по голове. Это не работает, ребят. Я не знаю, что нужно делать, чтобы это работало. Вот, отрубание ног снизит его баланс. И будет... Они будут более уязвимы для удара по голове. Да, это я знаю, спасибо. Вот, рэв-ап. Это новая техника. Ее не было в первой части. И поэтому мне нужно бы как-то к ней привыкнуть. Как продвигается... Пока продвигается бой... То есть, рэв-ап, накручивание себя, наверное, так можно сказать, оно будет появляться по одному заходу. Это мы тоже заметили. И, значит, мои умения... Одно из умений требует как раз один поинт рэв-апа. О! Надо будет это учесть. Используйте один или два очка, единицы, для того, чтобы усилить силу. Усилить силу, укрепить силу. Или даже три, чтобы добавить дополнительную атаку. Есть также разные скиллы, которые требуют рэв-апа. Но это у нас как раз есть такой... В описании скилла это написано. Третий. Разрушающие, очень сильные атаки. Иногда враг может готовиться к разрушающей атаке. Эти атаки наносят огромный урон. И их очень трудно пережить. Чаще всего эти атаки как-то проявляются в предыдущих ходах. Ты можешь или увернуться, защищаясь, или ты можешь с монеткой сыграть. То есть, да, ясно, есть такая штука, как удары с монеткой было у стражей, да. Так, можно кинуть счастливую монетку, зажав shift. Head of tails, head of tails, да, это мы все знаем. И тогда твоя судьба будет избрана высшими силами. Есть гораздо больше бойцовских советов. Но, возможно, эти вам помогут начать. Это мы немножечко знаем. Спасибо. Так, дружище. Салериймен. Я уже опаздываю, опаздываю. Он болтает сам собой, ему на вас как-то... Так, а вот это я не трогал? Так. Ну, в смысле бесполезно было это трогать. Итак. Тут у нас вон доктор стоит. Checkered pants. Это, возможно, лучшее направление движения сейчас. Вы прерываете разговор. Слышат от мага. О чем это, говно-срач? Чувак, если свои пять копеек не вставит, просто не он будет. И все-таки это не я сказал. В смысле, а чем этот говно-срач? Что-то не так? Ой, смотрите, Соня вышел. Ну-ка, что-то не так? Должно быть без понятия, какие мы все здесь. Поезд оставил нас всех здесь, на окраинах города. Весь... Весь обслуживающий состав поезда... Обслуживающий состав состава... Исчез. Без объяснений. Вижу, это проблематично. Да, можно это и так посмотреть. Эти дураки... У них нет знаний о том, что бредет. Мы решили остаться и подождать немножечко. Кто-то должен прийти к поезду рано или поздно. Если ты не торопишься... Ты можешь просто посидеть внутри и расслабиться. Ну, твоя одежда, она выглядит очень интересно. Ты кто? Я не знаю, стоит ли мне таиться от них. А, черт с ним, давай. Ты их погибель и мучение. Отрыжка хаоса, ученик террора нынешних людей. Этот чел меня... Этот чел меня будет, по-моему, смешить еще долго. Ну, нет, на самом деле, фишка-то в чем, что... Да, с одной стороны, ну, просто говорящая голова, с другой стороны, он тупо бессмертный, так что... И нельзя вроде над ним ржать, и вроде как он уважение не вызывает. Так, это представилось... Ты всего лишь ребенок, который пытается играть с магией. Жалко. В смысле, это... Меня зовут Оливия. Хорошо, что раз познакомиться. Бедняжка, библиотекарь, который ждет... Ну, не унижения, а типа... Ну, короче, ничто. Меня можно звать Август. За этим следи. Значит, за Августом. Ладно. Так. Карин Сауэр. Сейчас, погодите. Левия была Левия... 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 Куджин. Так, ладно. Журналист. Так. Я уже чувствую, что эта скотина самовлюбленный кусок дерьма. Нет, эти комменты просто божественные от мага. Хотя бы поэтому стоило взять желтого мага. Черт с ним, я не знаю, что будет дальше, но... Эй, привет, я Хенрик. Так, про Хенрика. Что вы там писали, кстати? А, ужин с Генриком. Да-да-да-да-да-да. Вижу. Так. О, блин. Ну, хорошо. Посмотрим. То есть, ничем не примечательный никто. Доктор у нас одноглазый, да? Да. Хорошо. Так. У этого таракашки есть грязные секреты, откопай их. Виночку, мне просто для себя понять. Только я слышу его голос, правильно? Потому что он мне в пещере сказал, что, типа, ты желтый маг, поэтому ты меня и слышишь. Другие меня не слышали. Поэтому то, что сейчас говорит маг, слышу только я. Иначе они бы просто все взбесились, если бы услышали эти комментарии. Когда мы, до того, как ты вышел, мы как раз говорили о... Ты же тоже видел тот самый сон? Да, я видел сон. Все видели этот сон. Можешь в это поверить? Девочка, это луна, девочка в розовом платье, фестиваль термина. Это было слишком реально, чтобы быть сном. Ну, да, давайте не об этом уже, но... Нам нужно было спросить армейскую свинку, бременскую свинку. Он слишком торопился, чтобы уйти. Я думаю, что он знал, что... Получается, мы сейчас говорим про Леви. Старый город. О, ясно. Это ощущается, как... От этого всего попахивает, как от садистского армейского эксперимента. Звучит так, как будто этим как раз мог бы заниматься бремен. Бременская армия. У них были подобные галлюциногенные эксперименты с военными преступниками. Сейчас война закончилась, и им нужно где-то брать своих опытных крысок, мышек, морских свинок. Несчастные глупцы, несчастный глупец. Когда у людей настолько затмён, затуманен разум, они даже не заслуживают узнать правду. Хотел бы, чтобы у меня было твоё же так-то так, но... Мне бы твой запал, но я не верю в твои конспирологические теории. Я журналист в Coward Wars. Я освещала войны. Мне не нужен какой-нибудь там... Foreigner, иностранец, который говорил бы мне, что возможно, а что нет. Ты не видел то, чего я видел за эти несколько лет. Журналистка, да, она как бы... Я тоже освещал... Погоди, man with... Да, освещал. Все мужчины и женщины за последние пару десятков лет освещали войны. В чём... Зачем ты это говоришь? Зачем ты... В чём разница? А, вот, он говорит, я видел галлюциногены, и как доктор я могу отличить с первого раза по химическому составу. Эта штука сделана для того, чтобы сделать... Сделано, чтобы сделать... Ну, да. Ну, это туман вызывает. Просто для того, чтобы затруднить видимость. Особенно, когда столько людей видят одно и то же. Так. Ну, что, у нас тут всё? Не то, чтобы мне это нравилось. У меня немного... У меня нет времени играть счастливых кемперов с вами, люди. То есть я не хочу с вами ждать. Мне нужно заняться работой. В какую сторону город? Карта у нас есть, но сейчас посмотрим. Посмотрите над верхушками деревьев. Видите возвышающуюся башню из тумана? Tower Marks Center Preheville. А, то есть эта башня, этот центр Preheville, как раз, по-моему, это башня опустошённых, полых. А, башня полых, которую мы видели на карте. Ты можешь пройти через лес, чтобы туда вдорваться. Это недалеко. Ребят, тут нет такого понятия, как недалеко. Тут всё опасно. Интересно, они поменяли карту или нет? Ладно. Если я кого-нибудь увижу, я скажу, что вы ждёте здесь. Удача тебе найти что-нибудь в этом сонном городишке. Хватит этой чепухи. Нам нужно продвигаться. Или начать убивать. И то, и то вполне мне подойдёт. А, ты знаешь, если кто-то придёт, что ты будешь делать? Мы немножко ещё потрендим. Думаю, ждать здесь. Я не тороплюсь. Дай 1. Вот как это всё будет. Дай 1, дай 2. Монологу, ты мон. Раньше этого опять же не было. Потому я спрашивал, как насчёт первый день и второй день. Как это всё будет происходить? Вот. Добрый день. Кидо Танако. Ага, вот про какого Танако вы говорили. Значит, погодите. Оливия. Так, так, так. А то Танако помрёт от психопата-доктора. Оливия в бункер, который через двух собак утром не идём. А то Танако помрёт от психопата-доктора. Мужик в шляпе. Идём вторым днём в Брехвеле. Там где-то Танако найдёт... Латуси, так, да и знали. Что? Который отдаст нам после того... Идём обратно к поезду. К оливке. Оливка, оливка. Оливка это вот та, которая сидит, которая инвалид. Понятно. Так. То есть, получается, если Танако сдохнет, Оливию мы никак себе не получим. Окей. Для этого нам нужно не идти в бункер, который... Утром первым же... Утром первым же... Идём через двух собак в бункер. То есть, получается, я могу получить или Абеллу-механика, или Оливию-ботаника. Потому что или я иду в бункер, или не иду в бункер. Если я иду в бункер, то, получается, Танако грохнутый, Оливию уже не заберу. Хорошо. Я ещё не знаю, как я поступлю. Тут, в самом деле, проблематично, что случилось с этим... То, что случилось с этой поездкой на поезде. Я не совсем уверен, что мне делать. У меня срочные дела в городе. Мне ждать или пойти пешком. Иди пешком. Атаким. Голова будет рад. Хорошо. Но про вот эту фишку ничего не написано. Что она ему по-союзу. Я могу просто сказать ему, что иди... Ну, хотя, судя по тому, что вот тут вы пишете... Вторым днём в Прехвиль. Ну, иди тогда ногами. Думаю, ты прав. Город не так далеко. Посмотрю пока же на местную флору и фауну, пока я по пути. Так, ну, это он, типа, уйдёт сейчас. А куда там в бункер, который через... А, погоди, он со мной пойдёт или он просто пойдёт? Он просто пойдёт. Надеюсь, мне не надо его защищать. Блин, его тут загрызут нафиг. Так, собаки. Через двух собак. Найди этот бункер. Я вообще без понятия. Что тут можно собирать? Вот это, видимо... Да, это зелёные травки. Хорошо, это можно собирать. Чё у нас по голоду? Body, mind, hunger. Нормально пока что по голоду. Я ещё не совсем уверен, что... А, да, тут же можно ходить наискосок, точно. Это я не могу собрать. То есть... Погоди. Пойду-ка я пока что за ним. Там вроде в демке тоже было два пути. Вверх и вниз. Где-то я ходил туда, где-то я ходил сюда. Этот вроде как нас приведёт в город, но я не буду сейчас ничего утверждать, потому что вообще всё это ни разу не точно. А зачем мне сюда? А я с... Я с ничего не могу сделать, ладно. Танака, танака. О, бочечки. Можно лутануть. Meat pie. Супер. И beer. Блин, так, ну... Тут можно нажраться и в прямом, и в переносном смысле. Вон там травка наверх. А как туда попасть? Погодите, это выглядит так, как будто тут... Ну, то есть, если там есть травка, туда можно попасть, но... Ходить наискосок, это реально... Это прикольно, но к этому надо привыкать, потому что... Такого раньше не было. Так, а это тут случайно, этот чокнутый дровосек? Чёрт, карта вообще вот ни разу... Это не берётся. Dratuty. Meat pie. Гнилое мясо, давайте. Бонсо, неплохо, неплохо. Ничего не осталось. Turn tip. А вот это? Нет, вот. Нет, никак. Тоже ничего, хорошо, хорошо, пойдём. Я не прочитал. Паприка. Паприка. Паприка, паприка. Крыса, блин. Чего испугался крысу? Не знаю, почему не испугался крысу. Меня сейчас тут всё пугает. Короче, по сути, по-хорошему, я играю в игру, ну... Вот полностью, по-новому, заново. Потому что... То тут, то там вот эти кусочки воспоминаний, которые ко мне прилетают... Они мне пока что не помогают избежать чего-то в будущем. Поэтому я не могу сказать, что... А, я вот это вот видел, и поэтому я вот это могу предусмотреть, или то могу предусмотреть. Стойте, ребят. А что... Это я к поезду сейчас обратно выйду. А куда? Кэрли Хэммитмэн, так... Ему неинтересно с тобой разговаривать. И ещё, каким образом... Так, сейчас. Каким образом измеряется время здесь, когда я... Когда мне скажут, что, типа, первый день закончен, второй день там и не начат, и всякое такое. Как это всё будет происходить? Так, ладно. В любом случае, здесь тупик. Здесь я не пройду. Сюда. Вот сюда вот я тоже не... Не прохожу. Здесь. Вот эти два дома я облутал травочку здесь. Крыса от меня убегает. Можно пойти наверх. Стойте, а вот тут? Тут заборчик. Тут пройти нельзя. Хорошо. Хорошо. Явно нет. Нужно будет какие-то стратегии по файту здесь обратно себе выдумывать, потому что тут у нас вмешалось вот этот накопительный эффект. Ага, это пригород Прохивеля. А, это травка, которая не берётся, значит, туда тоже попасть нельзя было. Сейчас, ребят, секунду. Давайте-ка я ещё раз карту гляну. Old Town. А, вот как мне это... Вот оно что. Я понял. То есть по подвалам старого города, это я сейчас правильно иду. У меня там, получается, сейчас... Блин, подробная карта с указанием, где я, не знаю. Ой, Танак, привет. По-моему, это имба. Весь первый Ференхангер приходилось... Не иди! Она тебя сожрёт. Ведёрка прокинулась. Я мог бы это использовать, если бы мне было чем рисовать. Зелёную травку. Неплохое местечко. Атмосферненько. Танако, шёл бы ты, Нако, отсюда. Что это? Что ради земли здесь произошло? Они мертвы. Да, и обычно в таких местах стоять очень опасно для собственного здоровья. Поэтому шёл бы ты, наверное, мальчик. Так, это у нас Прохивель Мэйден Вудс. Волттаун туда. Блин, мне бы какой-то... Знаете чё? К следующему разу я себе сделаю скрин карты. Кину её себе на второй экран. И... Просто, чтобы не заморачиваться. Потому что, ну его нафиг. Мне интересно каждый раз чекнуть с картой. Я не туда пошёл, да? Или... Нет, вроде туда. Но... Я вот так вот замынаюсь каждый раз её открывать-закрывать. Поэтому... Ага, ага. Ага. Блин, а вот... А! Я этого... Я этого пчелка, кстати, убивал. Термин огрядёт. Блин, а он прям за мной-за мной, да? Иди нафиг! Чтоб тебя... Чёрный калибр! Инвестигейт? Я не помню, можно его гладить или нет. Хе-хе-хе-хе-хе. Можно подумать, что козёл думает о себе настолько высоко, что... Что он вас не признаёт. Ну, типа, мы-то знаем немножечко. Я не хочу сказать, что я всё знаю про этого козла, но немножечко знаю. И то, что я знаю, у меня вот ни разу не прельщает. Там... Если сейчас мы пойдём внутрь, мы найдём... Останки. Уйди, не застревай! Не хочу я с тобой драться в виде леса. У него топор. Вообще, вступать в конфронтации, особенно когда ты один. Old Town. Так. Первый день идём... Так. По подвалу старого города. Находим его, убегает идём в город. Прохивили идём в первое здание. Ну, короче, посмотрим. Это мы сейчас солдата ловим, да? А куда там с бункер? Бункер, наверное, это в другую сторону. Чёрт. Хорошо. Люгер! Нормально, мы такие... О-о-о-о-о! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Вот это я знаю. Вот эти ваши туалеты... В этих ваших этих... Он нами нафиг не... Ваш этот туалет. ищем лазим мидпай неплохо талисман гнилое мясцо косара чтоб его блин там гнилой городишко нет 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 пошел от меня уйди черт но я не думаю что он как-то отреагирует подожди хочу драться но чуваку все равно нужна кровь так скиллы давайте попробуем пиромантию на вот эту руку по крайней мере посмотрим как она работает промазал он накачивает эту фигню но мне по моему это уже не поможет потому что а я уже отравлен да давай триста тридцать один и его это не убило извините сколько нанесу урона стадион 7 на рука наконец-то у меня у меня баллон им промазал но я все равно уже труп вам да понятно а очень так хорошо к мяснику идти нельзя потому что эти все медленно них мяснику к вот этому чуваку они все медленные он быстрый они все медленные а он быстрый ла 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 континью до знаете попробуем тогда сейчас нет не скипа тинтра потому что я попробую тогда еще раз подраться с смотрителем но блин на три раз понимаете в чем прикол три раза от него защищаться белый белый этот зельку нашли врагу из грибов так тейп лента изо лента а погодим вот этот вот . голова убрать убрать голову так хорошо нет это я не буду почему у меня бады не полный а восстановиться мнение а погоди в смысле восстановиться не ничем мне вот это это противотравление mind health плюс 100 это надо курить у меня короче нечем восстановиться именно хп-шку восстановить это печально дать ка еще раз секундочку почитаем короче не знаю вот написано вы мне написали в коменте убить надзирателя в мастерской надо сначала набрать три треугольника путем защиты на протяжении трех ходов то есть три хода нажимать защиту но он не убивает за три хода ну что-то тварина почему-то не промазывает может быть сначала сначала ему как-то руку что ли отрубить бери свои руки от меня да-да-да-да-да я мы не отрублю то руку с первого раза мне кажется черт ну давай он промазал треугольник у меня все равно набрался если что так защититься он все равно бьет по мне так атаковать в пузо сработало прикиньте но сработало именно потому что я все-таки отрубил ему руку с этим окей окей это кстати первый раз когда я его убил обыскать косара находим побить его знаете по крайней мере это уже что-то так еще кучу действий которые могу с ним сделать так не то вот это вот это и квит каст так минуточку 60 просто стоп items weapons плюс 35 а косару мне как посмотри сейчас секунду ребят я просто хочу кое-что проверить римов коса так косара 35 и офиса она того даже не стоило потому что она и то и другое дает плюс 35 и офицерский меч и косара то в картин фри френчис сетку бьёс фуфинк секунды сайс лайк химин лэмс фэксэмпл создан для того чтобы срезать на ветки или можно срезать что-то подобное по размеру например человеческие конечности такими чего еще не не используются на их оставляют больше как традиция я все-таки офицерский меч возьму но с другой стороны если я доживу до напарника знаете чё если я сделаю оптимайз он возьмет именно вот этот вот неплохо мне бы как-то вылечиться но с другой стороны тут наверное больше не будет соперников блин я сейчас просто рад и счастлив что я эту штуку завалил с другой стороны если бы я сюда пришел с ножом ой ножом я бы его очень долго колупал бы и он бы но он по меня тогда успел убить то есть это чисто утно не то чтобы удача а то что я на лутал себе этот меч вот она она сыграла свою роль с другой стороны ну ну на лутал я меч и получается вот эту косару то что я получала мне уже и не нужно но я получил второе оружие что тоже неплохо ладно это было что-то новенькое голова болит тут все-то ну-ка дружище мидбой привет валим отсюда по крайней мере на своих ногах ушел теперь дело в другом давайте эту паузу поставлю пока что так ладно ребят вот тут теперь что-то новенькое я немножко зашел обратно в поезд тут есть мария марина которая зашла внутрь я вообще зашел сохраниться потому что я не хотел каждый раз проскипывать все эти диалоги заново и всякое такое значит и чем заключается история что тебя сюда привело это мой родной дом я из прохвеля но в разговоре бы никогда не призналась что было бы что я из такой дыры поэтому ты просто будешь выглядеть глупо если расскажешь об этом я думал что прохвеля это средний город даже средний город может быть не цивилизованным поверь мне верю верю я видел что у вас там обитает мне другое интересно вот это вот кровать отдохнуть сохранение или второй день нет черт если это промотка на второй день и пара с это я не хотел возвращение а я этого не хотел делать ребят я думал что тут сохранение через диванчик от если это скипнет мне день сейчас а что происходит пока раз уже 14 из вас 414 из вас такие вот такая поздняя добавка компании а ваши дни уже истекают фестиваль начнется через три дня вот сколько у тебя осталось времени что случится через три дня если вы и ты и остальные будете здесь когда стукнет полночь на третий день ну я полагаю вам придется подождать и увидеть но это не совет для того чтобы ждать и видеть ты считаешь ну типа ты имеешь ввиду что мне нужно убить остальных то что ты сделаешь то что не сделаешь полностью зависит от тебя ты хочешь их убивать ну хватит об этом давай-ка вернемся к тем услугам которые могу предоставить как я могу тебе помочь сейв хэксон хэксон у тебя значит я тебя понял сохрани меня пожалуйста на отдельный слот уйти не говорите мне что это второй день пожалуйста опять спим не так ли таракашка вот дружище добрый вечер это танака погоди вечер да 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 чувак вали в город наверное у меня есть определенное количество сохранений в день что думаешь здесь происходит ну-ка ну-ка у меня есть м я думаю тут замешана магия и люди не выглядят таким уж естественными мне уже не говоря о том зловещем знамении во сне добрый вечер то есть то уже сходил в город и увидел место они все злобные увидимся теперь я не могу отправить его в город погодите это все тот же день но теперь это теперь тут никого нет черт ладно ребят смотрите у меня есть по сути два сохранения одно до убийства смотрите я думаю что все таки можно будет убить еще раз если вдруг приспичит одно вот вот сейчас стоит ну то есть я же сейчас не на второй день это все еще первый день но все равно произошли уже некие изменения то на к остался здесь к бункеру к бункеру черт на самом деле я немножко в растерянности потому что вот эта механика для меня тоже новый день вечер то есть день вроде не изменился три дня день 1 как говорится между остановкой mess around и остановкой find out what happens так этот мне показывает туда тут голова показывает сюда чего говорит жители неприветливые я видел жители они меня уже много раз убивали так что я прекрасно знаю что жители здесь неприветливые так через так ну допустим вот сюда через двух собак бункера я до сих пор без понятия где это правильно еду неправильно надеюсь что правильно зелено травки я не помню вроде можно ими лечиться просто так но чтобы их смешивать мне нужно будет найти книжку или здесь тоже по-другому работает травки в любом случае мужик с оружием я сейчас честно говоря не ожидал такого я целый целый нормально черт может стоило напасть на него немножко печально что огненным трюком можно промахнуться я не хотел бы чтобы такое было ну то есть магия должна иметь какой-то но не стопроцентный рейд попадания но в но выше чем это мало того что тратишь ход тратишь манну так еще и это все можно потратить в пустыне о вот там а то там а то там а то то как гамма то то только а и не хочу не помню что там не хочу так чуваки в которых чешутся вроде когда до мид пай доктор то что доктор прописал он тут похоже потерян своих мыслях что-то случилось бедняжка бедный ублюдок у него тут целая куча симптомов его сначала проходит через метаморфозу некую метаморфозу но часть тела обморожена и он в частичной гипотермии ну что ж блин я не такой никогда раньше не видел вот там снаружи больше таких как он что это может что может причинять подобные вещи но местные называют это мунскорчером ну то есть мы оба видели этот сон и поэтому это не такой уж и безумие еще один положительный момент что она вроде как не передается по воздуху но возможно слишком рано говорить что мы прямо с безопасности кто-то там там было столько много новых лиц возле поезда я не заморачивался запоминать каждое имя но я представлюсь рад рад встрече меня мать назвала дан мой котец дал мне даниэль так что вам решать какое из этих имен настоящие это этот кошмар требует дальнейших разбирательств мне нужно проверить еще некоторые вещи и официально февант ты можешь со мной пойти если хочешь да у меня есть все вот погодите я себе заполучил первого напарника так ты сходишь со скальпелем плюс 6 на тебе улучшен этот аксессуаров у меня кстати для тебя нету вот ты у нас вместо скальпеля получишь улучшенный ножик так голод вот хорошо тут можно получить доктора кстати а про доктора дружище ты мне про доктора кстати ничего не стал теме все про солдат механика ботаника и боксера вот кстати тогда момент как получить доктора по это нужно поспать до вечера прийти сюда поговорить с ним что уже неплохо вдвоем я чувствую себя гораздо спокойней не то что прям хорошо но по крайней мере спокойней теперь другое дело если я капкан здравствуйте если где-то сохранюсь и как я сохранюсь можно пожалуйста не наступать в капкан я очень прошу вот это тайги ты в задницу это это вот вход в бункер я бы с часунами наверное не сталкивался бы сейчас мне в принципе лишний fight не нужен уже уходишь нет еще не ухожу погоди он со мной будет только пока в этой деревне гнилое мясо и мясной пирог болена у него получается моя пушка останется если я вот пущу не идеально надо было надо понять как это работает если он со мной только пока я бегаю по деревне уйди 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 нафиг может подраться кстати с ним давайте активный кто здесь бегает давайте мы попробуем ему на кострелять зато давай по очереди отрубаем ему руки укусил но на самом деле пока что без последствий промазал да хватит его грызть ты шо его совесть что ли дать папа голоди блин у доктора заражение крови медицинский диагноз посмотрите на верхнюю часть тела она была опчищена погодите снята с него кожа и она висела у него по пояс мускулы напряжены а сейчас поверхность кажется твердой и хрустящий чувак там уже выколол себе глаза это был акт безумства тело слабо против секущих атак огня и сверхъестественных сил офигеть обыскать трубка с которой с помощью которой можно курить так у него заражение крови есть одна зеленая травка которая могу использовать для доктора погоди вот это вот это вот это я пока не уверен что будет дальше ну то есть стоит не лечить доктор опять же есть 2 сохрани которая от которого очень быстро можно прийти к доктору его как бы рекрутизм у трубка глаз файл гроб цикл постучал нет реакции вы никого внутри не слышите погодите если его сейчас опять заразят него нечем лечить это уилма то сарай с головами а тут у нас использовать спичку да давай дайте темный угол нежелаемого и он дизайт но не 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 вас не не востребование желаемого где они кинули всех зараженных привет приветствую тебя свежачок щитпет добро пожаловать в срань дыру прахивиль классные те украшения за всем за каждым смотрит глаз смерти на хочу больше не хочу того кто выгреб выгреб смел половину старого города дровосека а еще я хочу себе грязного священника вон я вижу кстати два места для голов дровосек я знаю где мы даже можем пойти его убить я посмотрю что могу сделать я не знаю насколько это хороший квест и хочу ли я это все делать вот так же какой мрак небо зеленый трав это какой был herb red давай неплохо милое мясо ну что ж мы тут даже что-то утонули так короче ребят смотрите серия нафиг затягивается опять мне бы сейчас найти какой-нибудь способ начинает чувствовать себя голодный у нас есть это нам бы желательно приберечь для готовки но это у нас есть у нас есть у нас есть также нам бы некий способ сохранения о я патрон нашел а я об этом пожалею короче нам нужно проскочить мимо этого перца каким-то образом еще пока не знаю что если он нас ударит он нас заразит я этого не хочу до свидания дорогой товарищ наша встреча была ошибка пожалуйста никогда мне больше не звони так а это тот которого мы зажмурили уже я не знаю что будет получается я ухожу из этой локации и и доктор доктор не хочет со мной идти так я понимаю сейчас посмотрим могу ли я вернуться к поезду но доктор скорее всего не захочет со мной идти к поезду по ух ты ж а сюда он типа нормально сейчас и наверное если вниз пойду то он он скажет давай до свидания да погоди это а я это не в смысле тут две бочки которые не обыскивал нормально так ну мы можем пошариться по лесу у нас там будут еще зеленые травки это не проблема вроде как тут был где-то парень с дробашом который бегал на ответ короче смотрите я тогда даже не знаю что мне делать давайте тогда в бунгер все-таки схожу что мне еще остается то в бункер он со мной идти не хочет короче ладно тут сюда мы идем и тут получаем доктора мы получаем головную боль и мы получаем квест на на этого на дровосека и на какого священника дровосека я знаю я видел еще священника я по-моему пока что вообще без понятия что происходит давайте-ка я сюда сейчас зайду просто потестим что и как потому что это все что нам сейчас остается тестить тестить that's the plan I'll see if there is something I can do for these people я посмотрю что я могу сделать для этих людей I'll meet up with you later я позже с тобой встречусь мудро ли расходиться наверное нет но мне нужно следить за заболеванием береги себя я надеюсь что я надеюсь что я надеюсь что мы с ним еще увидимся go down бункер я помню что без понятия такое канистра газолина я помню что тут что-то бегало за мной вот что я помню это мне не нравится pressure plate broomstick ого chalk мел мел если бы у тебя было чем писать ты не знаешь что с этим делать ну понятно я ее не пробью она металлическая слишком сильная да то есть а где потом доктора ты теперь встречу черт док а вон он док так а тут у нас смотри да правильно к этому что может быть причиной все еще думаю что конспира конспиративная теория конспирологическая теория про армия такая уже глупая что я только пришел я знаю столько же сколько и ты кажется не передается физическим контактам но слишком рано говорить об этом сейчас я даже не подумал о том что я могу сама этим заразиться я я с некоторыми я говорил с некоторыми ранее и они утверждали что с ними это сделал moonlight лунный свет я подумал что возможно бомба какая-то бомба детонировала недалеко и эти люди облучились а ну воспринимали взрыв как лунный свет я читал про эксперименты это может быть как раз тот случай а то то как ведут все люди это возможно от радиации но типа да они облучились но опять же взрыв такого масштаба точно бы привлек внимание по всему миру но ты считаешь что это может быть частично от армии было бы глупо не считать так но ты никогда не можешь быть уверен типа эти люди считают что это луна а я думал что ты образованный человек я никогда не получил не получал должного образования и ты ты неправильно сделала выводы а зачем я тогда с тобой разговариваю хороший вопрос я вот сам сам об этом думаю так что ты что ты от меня хочешь я могу ходить а она уже собирается свалить отсюда чувак пойдем со мной о привет это место я прав есть какие то идеи что что не так с этими людьми и буду честен вообще без понятия когда в жизни такого не видел а 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 так с тобой можно поговорить это ты что здесь делаешь в этом городе что ты имеешь ввиду что но ты же видишь что с людьми творится что ты знаешь про этот скоб а ты разве не в город направлялась мне казалось что что-то будет не так времени оккупированных в оккупированным week from hunger нифига себе в оккупированном прихивили бременом то есть понят компания промена сфокусирован то чтобы сюда приехать не имеет смысла это небольшой городочек ага одна из групп сопротивления бою борется против бременской империи и это подтвердило мои подозрения что-то должно было тут случиться я не меня не информировали о чем-то конкретном я не верю что мне не предупредили про это место а чувак который меня сюда отправил ему достанется когда я вернусь если они когда надо бы похавать наверное да чё-нибудь погоди вот давай нет пай на вернем так этот пока что идти не хочет я бы серьезно я сейчас наверное мне бы сохраниться где-нибудь а сохраняшки у нас такие же как это в лежанке но дело в другом если сейчас прилягу не наступит ли ночь или уж не дай бог второй день и как мне тогда сохраняться если при ну когда ты ложишься спать у тебя перематывается время это это теперь как вообще или же время перематывается не на это глупости если время перематывается только дэвступы в поезде это это реально глупости возможно просто так получилось короче в эта серия это просто набор случайности которые привели к определенным действиям я сейчас уже довольно много прошел я не знаю правильно или нет но вот у нас прогресс с доктором тварь он заряжается нафиг твое ружье ноги пожалуйста чем ты меня ударил промах как он без ног без рук блин он по мне бьет и не промазывает это так вообще сдохнет варина так обыскать из рифл seems to be of shape and broken я окажу только патроны два патрончика но мне кроме хпшки ничего больше не потеряно чувак пожелаю тебе всего не самого хорошего за то что на меня нападал с ружьем она на самом деле не страшно это все было но так сюда нужно прийти спать и просто когда что-то исследуешь и на тебя выскакивает чувак с ружьем еще обидненько дату ружье оказывается поломанным при его убийстве так кстати руки ноги на месте вроде на месте мне ничего нет стрелили на удивление мне бы пати взять чтобы на на этого сходить на лесника на не лесника на этого на дровосека я уж по обрадовался что доктор пойдет со мной но он там будет сейчас изучать может их всех переубивать тогда доктор ну да конечно такое себе а почему бы нет бункер кирплин первый день непонятно что и как творится вообще блин трындец полнейший так вот знаете чё нарисовать а зачем я также там здание мог счет нарисовать а что мне то ребят кто знает что будет если тут что-то нарисовать и еще кто знает мелочек одноразовый или нет они все тут теперь давайте я попробую сохраниться сохранить кстати происходит без монеток а тут будет зачеркнуто если кто-то сдохнет или нет башни дик башни тактора под бледной луной минуточку давать их нет 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 сейчас сохранимся над слотов у меня больше чем три руки это радует сохранимся сюда и посмотрим так вас осталось 14 все 14 рахер это поговорить с ним ну давайте ладно хексом посмотрим у они тут сделали свободное перемещение огромнейшее вам спасибо ребятушки вы чё это в прошлых эксон но в той игре и он прям вот вообще от отвратительный так некромансий мне сначала нужно обучить вот это для этого мне не хватает так blood sacrifice а вот это у нас что ладанс макабре без понятия берли трамма и так order charge команда атака агилити атака дефэнс фига себе использовать маленькую душу не знаю и не буду этого сейчас делать по нескольким причинам во первых я хочу сейчас выйти посмотреть не наступил ли второй день пожалуйста не надо опять спим все это все еще день 1 я специально делаю разные сохранения для того чтобы понять что происходит мы можем возвращать а она наступила ночь то есть у нас определенное количество сохранений за день первое это вечер второе то ночь третье сохранение скорее все будет следующий день хорошо это я понял поэтому у нас есть одно сохранение самым от у самого утра у нас есть одно сохранение днем и одно сохранение вечером мы можем начать следующую серию с любого из них жду ваши мысли в комментах что вы об этом думаете и что лучше сделать во первых во вторых так если пойду в город там вот он чего чувак с газовой этой штукой он очень сильно он меня убьет на лесника нападать в одно рыло по моему можно если я правильно помню и то есть там 50 на 50 с ним махаться а насчет города чумных мы там встречаем доктора он идет с нами если вдруг что в общем пока что такие опции все ребятки пишите в комментах что как пока что на этом будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем пакета а 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 и а а а и и и и и Субтитры подогнал «Симон»